Всем привет! Новое видео на канале Gadgetmania и я начинаю. Поехали! Сегодня я хочу поговорить с вами об электронных стабилизаторах. Я начал задумываться, почему бы мне себе не приобрести, да я вообще пользовался электронными стабилизаторами. Я сотрудничал с компанией Zhiyuan, или как она называется, и у меня было два стабилизатора. Это для экшн-камер и для смартфонов. Для экшн-камер мне прослужил, верой и правдой, год-полтора, и потом я его продал. А стабилизатор для смартфона, соответственно, пришел в негодность, потому что я его носил в чехле, и в какой-то момент моторы перестали работать. Сейчас мне для нескольких проектов, как я понимаю, нужен электронный стабилизатор, для того, чтобы делать плавные красивые проводки, и чтобы заказчики были рады. И вот, стал выбирать, соответственно, в интернете. И у всех на слуху сейчас DJI Osmo Mobile 3, и это действительно хороший стабилизатор за свои деньги. Стоит он от 10 тысяч вариаций комбо до примерно 11,5, плюс доставка, если в вашем городе нет. Но я подумал, блин, не хочу я этого делать, не хочу заморачиваться покупать новый, потому что есть определенные бюджеты. Я сейчас нахожусь в городе Архангельск, позади меня Титана Аена, это самый большой торговый комплекс. Я начал мониторить Авито туда-сюда, и столкнулся с молодым человеком, его, по-моему, зовут Сергей. Серега, тебе большой привет, ты вроде как подписался на канал и должен меня сейчас смотреть. Так вот, он продавал электронный стабилизатор, купленный им, как потом выяснилось, на Амазоне, с специальным каким-то дополнительным оборудованием. Мы с ним сошлись в цене, и вот он, жена, смуф, или как он называется, если я не ошибаюсь, смуф, не смуф, в общем, вот он. Прямо да, смуф 4, это вот такой вот большущий, хороший, красивый электронный стабилизатор для телефона. Почему эта модель? Давайте немножко расскажу, почему выбор пал, и я стал искать именно эту модель. Если честно, здесь прикольная и, скажем так, привлекает, мне привлекло внимание, что есть специальное кольцо фокусировки, либо кольцо зумирования. Есть не на всех стабилизаторах, и, в принципе, соотношение цена-качество. Я уже с данной компанией сталкивался, хоть у меня и сломался, повторюсь, один из их стабилизаторов, но сломался он у меня, скорее всего, по моей вине. Так вот, смуф 4 считался на 2018 год одним из лучших мобильных стабилизаторов, то есть стабилизаторов для смартфона. Что он умеет? У него очень много режимов съемки, у него, как я говорил, есть колесо фокусировки, колесо зумирования, он может держать смартфоны, в том числе, с дополнительной оптикой, если какой-то контрбаланс приспосабливаешь, либо фирменный, либо придумываешь сам, то есть непосредственно телефон с оптикой. Не так давно, вот буквально несколько дней назад, я узнал, что, в принципе, раньше, помните, покупали разные такие китайские а-ля объективы на телефон, там, фишай, макро и так далее, но, по сути, это были какие-то пластиковые неудачные вариации, и после этого я не думал об этом. Несколько дней назад я познакомился, мои знакомые, кстати, большой привет вам, Саша и Андрей, они меня познакомили с миром дополнительных объективов для мобильных телефонов, и я очень сильно захотел именно снимать на мобильный телефон, для того, чтобы получалось красиво, это надо делать вот как раз-таки со стабилизатором и так далее. Давайте уже более близко познакомимся и посмотрим на него вблизи. Повторюсь, стабилизатор человек заказывал с Амазон, уже продается давным-давно на территории России, оставлю ссылки на Америку, Китай и непосредственно, где можно его приобрести в России. По стоимости от 100 долларов это все начинается, ну и, естественно, я приобрел за совсем-совсем другие деньги и на других условиях. Что у нас есть в комплекте? Вот непосредственно сама коробка, в которую приехала посылка. Здесь есть у нас какая-то мокулатурка, их, по-моему, даже не вскрывали. Здесь Quickstar Geek, сервис-карт и так далее. То есть купать с Амазон очень интересно, все можно делать через посредников, там бандеройка, куча сервисов, граббер. Это нам сейчас не совсем интересно. Вынимаем коробочку. Здесь у нас также есть вот такая вот протирочка для экрана или еще для чего-то. Собственно, сам стабилизатор. Коробка белая, ничем не примечательная. Сразу вынесен весь функционал, что умеет снимать в портретной и в альбомной ориентации. В комплекте провод, тренога и сам кейс для хранения и транспортировки. И изображение Zhiyuan. Есть везде голограммы. Фактическое подтверждение, что это оригинальная продукция. Вот так вот потихонечку это все достается. Вот в таком вот кейсе все это поставляется. Я немножко посмотрел, ознакомился в интернете, что меня должно ожидать. Да, действительно, вот такой вот кейс. Он пластиковый, открывается, никаких защелок нет. Ну и здесь непосредственно у нас сам электронный стабилизатор. Достаем стабилизатор, достаем кабель. Кабель, кстати, USB Type-C, USB-A. Сам стабилизатор. Из чего он сделан? Он сделан из матового такого интересного пластика. А сами моторы и крепления к моторам у нас сделаны непосредственно из металла. Стабилизатор в сторонку. Достаем треногу. Это все убираем. Больше здесь, кроме силикогепа, ничего нет. Сама тренога, она выполнена тоже из пластика. В принципе, комфортно. До такой степени может раскладываться. Давайте накрутим на стабилизатор. И уже посмотрим, повесим смартфон. И посмотрим, как это все дело будет вместе работать. Я знаю, что надо откалибровать. Я знаю, что надо прошить на последнюю версию ПО. В принципе, я думаю, что все это дело сделано уже предыдущим владельцам. Мне остается только пользоваться. После того, как вы установили ваш стабилизатор на трипод, то есть на треногу, отрегулируйте его с помощью специальных винтов, для того, чтобы он приобрел примерно вот такое вот состояние. Для того, чтобы он не завалился ни лево, ни вправо, ни вверх, ни вниз. И вы можете смело включать. Если вам потребуется какая-то дополнительная калибровка, просто зайдите на официальный сайт производителя, скачайте определенные драйвера, специальное ПО, и откалибруйте ваш стабилизатор согласно инструкциями, которыми они будут вас снабжать. Я вроде как понимаю, сейчас смартфон находится в более-менее нормальном, правильном состоянии. То есть предыдущий владелец его правильно откалибровал, я имею в виду стабилизатор. И нам остается только пользоваться. Итак, кнопку включения вы уже, наверное, увидели. Она находится вот здесь. Чуть ниже это у нас индикация заряда самого стабилизатора. Давайте выйдем из приложения и зайдем заново, потому что при каждом включении и выключении он у нас отсоединяется. Для того, чтобы его подключить заново, надо просто закрыть приложение и зайти в него заново. Connect Now. Он определяет по Bluetooth наличие непосредственно стабилизатора, и Enter Now сразу попадает в приложение для съемки. Оговорюсь, все кнопки, весь функционал полностью работают только на фирменном приложении. Если вы пользуетесь каким-то специальным ПО, либо родной камерой, у вас будет работать только ряд кнопок. Это включение, выключение записи, фотографирование и, в принципе, наверное, все. И управление режимами. Как такового джойстика здесь нет. Здесь всего 4 режима. Это PF и LOG. То есть они находятся чуть выше кнопки включения. В этом режиме он блокирует по определенным осям. В режиме LOG у него, соответственно, точнее в первом режиме он вообще ничего не блокирует. А в режиме LOG он запоминает состояние смартфона, в каком он находится сейчас виде. И никуда он не девается. Как бы вы не держали стабилизатор, что бы вы с ним не делали, он непосредственно будет держать одну точку положения самого смартфона на стабилизаторе. Также у нас присутствуют две функциональные клавиши сзади. Нажимая на нижнюю, стабилизатор повторяет движение в вашей руке. То есть непосредственно со смартфоном очень медленно. То есть если я нажимаю и что-то начинаю делать, он делает вот так вот медленно. Если я нажимаю наверх, происходит все то же самое, только быстро. То есть моторы начинают очень быстро повторять все мои движения. Давайте поставим его так, чтобы вам были видны органы управления. И пройдемся немножко по ним. Помимо кнопки включения и переключения режимов, вы видите колесо зуммирования. Если нажать на цель вот с таким вот перекрестием, то функционал меняется на непосредственно фокус и расфокус. Вы можете, скажем так, можно назвать его фоллоу фокус или как-то еще. Если не включен, то просто режим, скажем так, очень мягкого зуммирования. Опять же оговорюсь, на Android он работает с рывками, на iPhone он работает очень-очень-очень медленно. Кнопка меню отвечает за меню. Все на русском языке. Вы здесь можете выбрать. То есть переход по выбору осуществляется либо на экране смартфона, либо вот такой вот крутилочкой, подтверждение. Это вот такой знак молнии. То есть кнопка ОК. Если я захожу в настройки, то я захожу в настройки. Для того, чтобы вернуться назад, мне просто надо нажать опять меню. Дисплей отвечает за... Так, здесь давайте выйдем. Дисплей отвечает за вывод информации на экране смартфона. Можете ее убрать для того, чтобы вашему творческому процессу ничего не мешало во время съемки. Кнопка фотоаппарата. Это у нас фотоаппарат. Кнопка записи видео. Это запись видео. Любое подтверждение – это у нас кнопка с молнией. Если нажать ее коротко, очень быстрое нажатие, то оно включает непосредственно фонарик на вашем телефоне. В верхнее положение также есть еще дополнительные четыре функции. Это верхнее положение – выбор настроек записи. Правое – это настройка ISO. Опять выйдем. И слева – это у нас переключение фронтальной камеры и основной камеры. Ну а нижняя отвечает за попадание в собственную библиотеку. То есть он снимает не на, скажем так, в память телефона, а непосредственно в память приложения. И после этого можете импортировать файлы туда, куда вам надо. Может быть даже отредактировать я еще до этого не доходил. В общем и целом функционала много, со всем надо разбираться. Также у нас есть технические отверстия – это заряжать надо его непосредственно Type-C вот этим вот кабелем. Он может работать в том числе и от Powerbank, то есть в среднем держит заряд от 8 часов до 12, в зависимости от веса смартфона, с которым вы будете работать. Также есть дополнительный USB-C для того, чтобы вы могли заряжать сам смартфон. Беспроводной зарядки нет, извините, за эти деньги не совсем положено. Ну и несъемный аккумулятор тоже, как бы, с одной стороны это плюс, с другой стороны это, наверное, минус. В принципе и все. Пластиковый с виду очень добротно собран. Все здесь остальное металлическое. В принципе, за эти деньги, наверное, слово в принципе сказал несколько раз. Но действительно, здесь принципиально качество – виси деньги. То есть сколько заплатил, столько и получил. Но здесь качество, оно не страдает. На мой взгляд, не должно страдать. Потому что, по первым впечатлениям, он должен работать очень-очень хорошо. По режимам съемки, если зайти непосредственно в настроечки, здесь действительно можно прям россыпь сцена. Так, так, движение, ходьба, фэллоу, гимбл. В общем, надо разбираться, честно. Не хочу сейчас перегружать вас информацией. Я думаю, что в последующем, если вам будет интересно, поставьте лайк, напишите об этом в комментариях и напишите слово «Дональда», чтобы я понял, что вам это интересно и вы досмотрели до этого момента, мы с вами разберем саму программу Z-Play и весь функционал, который он может предоставить через это фирменное приложение. Потому что, повторюсь, многие пользуются другим сторонним ПО, и уже весь этот россыпь этих органов управления и всех этих кнопочек, она уже будет не задействована. Давайте назад и вот так вот. В общем и целом, наверное, как-то так. Поэтому подписывайтесь на канал, совсем скоро вас ждет очень интересный контент. И не у всех блогеров, и не у всех, скажем так, авторов есть то, что покажу вам я. Поэтому подписывайся, комментируй, ставь лайк. Если понравилось, ставь дизлайк. Если не понравилось, пиши свое мнение в комментариях, я обязательно всем отвечу. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok